В выступительной части губернатор отметил, что после нерабочих дней в Подмосковье вновь открылись образовательные учреждения, предприятия. Их деятельность была временно приостановлена в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Мы видим, что все это время очень активно работали наши врачи. Я еще раз хотел поблагодарить большую дружную команду наших врачей, медсестер, всех, кто задействованы в системе здравоохранения за спасение жизни, за лечение. Сегодня эпидемия продолжается уже практически два года. Понятно, что нагрузка на систему очень высокая, я часто об этом говорю, потому что мы ни в коем случае, Светлана Анатольевна, не должны забывать о плановой помощи. Она должна оказываться качественно. Поликлиники, которые принимают более 120-150 тысяч человек, тоже должны справляться. Губернатор дал поручение расширить программу социальной ипотеки для врачей и медицинских работников и подчеркнул важность взаимодействия глав городских округов с руководителями медицинских учреждений. Мы это уже сделали в этом году. Со 160 на 250 ушли доведите эту цифру до 300, Эльдор Иванович. Наталья Александровна, подготовьте необходимые расчеты. Врачам нужно помогать. Я обращаюсь к главам территории, зная, что вы работаете с главными врачами в тесном контакте. Это не только приветствуется. Я прошу вас внимательно смотреть, какая помощь, дополнительное внимание мы можем оказать нашим врачам. Для снижения нагрузки на медучреждения, оказывающие плановую помощь в парке «Патриот», при содействии Министерства обороны Российской Федерации, вновь открывается ковидный стационар. Для того, чтобы разгрузить госпиталь, который оказывает плановую помощь, хочу еще раз поблагодарить и команду Министерства обороны, Евгений Акимович, и персонально вас. Вы занимались всем, что связано с обеспечением кислорода, расходных материалов в эти выходные. Это важный этап. Он позволит нам загрузить «Патриот» и разгрузить те клиники, госпитали, которые оказывают, стационары, которые оказывают плановую помощь. Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации, отметив, что более 80% людей, попадающих на койки, – те, кто не сделал прививку. Также губернатор поручил подробно разъяснить жителям, как и где действуют QR-коды, а также социальные карты, проезд, по которым временно пристановили для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Вы знаете, что посещение и ресторанов, и общественного транспорта возможно только с прививкой или с QR-кодом, который подтверждает ее наличие или факт того, что человек переболел. Максим Александрович Шримар, я прошу вас очень внимательно смотреть, чтобы эта система работала. Это вызывает понятное понимание, озабоченность тогда, когда QR сбоит. Зная, что вы тесно работаете с федеральным сайтом госуслуги, прошу вас также очень внимательно к этому относиться. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова прокомментировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день. У нас по выявляемости за последние три дня мы выявляем в сутки более 3000 человек. Сегодня у нас будет 3429, это такой своего рода у нас антирекорд, такой цифры у нас еще не было ранее. За прошлый день тоже 3300 человек. То есть среднесуточная выявляемость за минувшую неделю подросла на 10%. Количество коек мы действительно открыли, у нас открылся сегодня парк Патриот. По количеству госпитализации ситуация стабильная, она у нас даже снизилась на 3%. На прошедшей неделе действительно выписка превышает госпитализацию, что позволяет нам держать достаточно свободного коечного фонда для приема наших пациентов. Количество вызовов скорой помощи на минувшую неделю чуть-чуть сократилось, 6%, но это связано, конечно, прежде всего с нерабочими днями. Совещение также отметили, что 14 ноября завершается всероссийская перепись населения. По предварительным данным Росстата в Московской области проживает уже более 8 миллионов 200 тысяч человек. Регион активно растет, особенно муниципалитеты, которые прилегают к нашей столице. Это все требует от нас своевременного решения тех проблем, хлопот, которые возникают и в новых микрорайонах, и решения тех вопросов, которые долго не решались уже в сложившихся городах. Наша задача, как и прежде, обеспечивать высокий темп перемен, а это возможно только тогда, когда каждый из нас включен в работу и, соответственно, занимается своим делом добросовестно. Отдельная тема совещания – безопасность в общественных местах. С этой целью планируется усилить программу «Безопасный регион». С ее помощью органы правопорядка могут своевременно выявлять и пресекать различные правонарушения. Мы видим, что там, где есть видеонаблюдение, контроль, с одной стороны, у нас увеличится выявляемость, мы помогаем тем самым правоохранительным органам. С другой стороны, каждый человек, который находится в общественных пространствах, чувствует себя более безопасно. Понятно, что полиция делает свою работу, патрулирование, внимание уделяет особо чувствительным местам. Мы не должны допустить вакханалии, драк и прочих вещей, которые напрягают жителей.